Привет всем! Вы в гостях у Гульнас Салями. Вместе с вами я сегодня приготовлю заготовки, но это не будут зимние заготовки, как салаты или лечи, которые я вам выкладывала ранее. А это у меня будут котлетки, которые я делаю впрок, чтобы потом не париться, что нам приготовить, а быстренько из морозилки взял котлетки и пожарил с каким-нибудь гарниром. Значит, нам потребуется фарш. Тут у меня куриный фарш. Значит, этот фарш у вас может быть любым другим. И говядина, и свинина, и все вместе смешано. Дальше, также я хочу приготовить фрикадельки. Нам потребуется рис. Я его хорошо промыла. Тут он у меня сырой, я никогда его не варю. Нам потребуется лук, панировочная смесь, смесь перцев. Так, панировочная смесь, чтобы обваливать наши котлетки. И я замочила хлеб. Хлеб у меня получился серым. Вернее, он был серый. Тут тоже, кто любит белый, кто черный, любой. Кто какой хочет, такой и замачивает. Хлеб я замачиваю не для того, чтобы у меня объем котлет увеличился, а для того, чтобы котлетки были нежными, мягкими и сочными. Сейчас лук я прокручу в блендере. Дальше я вам покажу процесс. Так, в фарш мы добавляем лук. Лук я хорошо измельчила, и вот так вот у меня много получилось. Но вся наша семья любит лук, и этим вы не испортите свои котлеты. Ну, а если вы хотите добавлять меньше, то, пожалуйста, добавляйте. Кто-то вообще лук не добавляет. Дальше я добавлю смесь перцев, тоже добавляю на глаз. Ну, и, естественно, соль. Сюда же я добавлю хлеб. Хлеб я размачивала в воде. Получается такая некрасивая жижа. И сейчас нам это надо будет все хорошо перемешать. Фарш я хорошо перемешала. И так как я вам говорила, что я еще буду делать тефтельки, значит, этот фарш я добавлю, так это очень неудобно. Вот так вот у меня получился фарш. Фарш на тефтелье, перемешанный с рисом. Ну, и основной фарш, который, из которого я буду делать котлетки. Так как я котлеты буду замораживать в морозилке, я свои разделочные доски замотала в пищевую пленку. Ну, скажем так, для уже уверенности, что у нас фарш не прилипнет к доске. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, котлетки я наделала. Вот столько у меня котлет получилось. Я не старалась их делать одинаковые формы. Они у меня и большие, и поменьше. Ну, в общем, всякие разные получились. И сейчас я начну делать тефтели. Субтитры сделал DimaTorzok Так, котлетки я все доделала с фрикадельками. Фрикадельки у меня плавно получились в ежике. Но ничего страшного, ежики тоже очень вкусные. Значит, у меня в фарше было где-то 2-2,5 килограмма. И вот из этого мяса у меня получилось вот столько котлет. Не считала, не знаю. И сейчас я их отправлю в морозилку. В морозилке они у меня хорошо заморозятся. Ну, а потом буду складывать в пакеты и вернусь к вам. И хочу еще добавить. Вот так вот, потеряв 2-3 часа своего времени, мы себе экономим на дальшее время. Потом мы не думаем, что нам приготовить. Мы знаем, что у нас в запасе есть котлеты, фрикадельки, ежики. Также я буду замораживать перцы, голубцы. То есть, все впрок, чтобы потом быстренько взял, приготовил. И уже не надо мучиться их делать. И чего вам тоже советую. Вот так вот я их отправила в морозильную камеру. И ждем, когда они у нас застынут. А тем временем, пока морозятся мои котлетки, я приготовила вот такие вот 2 пиццы. Пиццу я вам показывала, как я готовлю. Ничего нового здесь нет. Котлетки у меня заморозились. Замораживались они где-то 4-5 часов. И сейчас я их сложу в пакетики и уберу дальше в морозилку. Вот такие вот полуфабрикаты у меня получились. Сейчас я эти пакеты отправлю в морозилку. Тут, значит, у меня котлеты. Тут ежики мои складывала так, чтобы на один раз, чтобы не брать. В общем, всем, кому понравилось это видео, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Пишите мне комментарии. Хорошие, какие. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok